здравствуйте дорогие радиослушатели все кто смотрит нас на нашем youtube канале в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее ведущие эдуард прумер и геннадий прумер сегодня мы беседуем с белорусским политиком дипломатом юристом создателем или можно сказать отцом высоких технологий белоруссии так так называем парк высоких технологий кандидатом в президенты белоруссии 2020 года валерием цепкало валерий добрый вечер здравствуйте валерий большое спасибо за возможность с вами побеседовать потому что события в белоруссии прошлого года до этого года у нас живущих в америке а в штате или иной живет очень большое количество выходцев из белоруссии нас все это очень и очень волнует и интересует но мы хотели бы сначала начать вы человек получившие превосходное образование в советском союзе вы закончили мгимо а в 97 году у вас назначают послом в сша и мексику скажите вас это назначение удивило и как вас встретила америка но на самом деле я же до этого работал первым заместителем министра иностранных дел а еще до этого я работал советником исполнительного секретаря снг а содружества независимых государства то в то время в общем-то довольно не влиятельная организация активная потому что главы государств правительств министры иностранных дел встречались постоянно 12 республик бывшего советского союза кроме государств балтии вот а еще до этого я работал советником по внешнеполитическим и внешнеэкономическим связям главы государства в то время был станислав станислав шушкевич то есть на самом деле это в общем то наверное было где-то передвижение по горизонтали то есть с первого замминистра на посла беларуси в сша хотя действительно я был один из самых молодых если можно сказать даже не самым молодым послом в дипломатическом корпусе в то время а валерий а как вам кажется какая была америка тогда и какая сегодня может быть вы не можете приезжать я не знаю как сейчас съездом но вот какой вы видите сильно изменилась америка с 97 года и вот 21 год но мне кажется вообще весь мир поменялся америка тоже безусловно поменялось но понимаете тогда ощущение было конечно что ты приезжаешь какой-то совершенно иной мир где после беларуси просто казалось попал в какую-то сказку где действительно была очень высокая энергетика развивался бизнес тогда активно пошло развиваться вот эти вот стартап компании когда бунт от комов был но он закончился в 2001 там или в 2002 году то есть вот этот мыльный пузырь лопнул но не тогда еще в конце 90-х и начале двухтысячных это все-таки ощущалось как вообще какая-то совершенно новая тема новая история и здесь деловая активность буквально пульсировала в сша но у меня история была достаточно интересная потому что с одной стороны в отношении беларуси действовала политика избирательного взаимодействия то есть меня не пускали на уровень не выше чем там начальник отдела или даже деск-офис в госсекретаря в государственном департаменте в госдепе но я пытался строить отношения с людьми из фингтенков из различных аналитических структур тогда мы дружили с джоном болтоном который был вице-президент american enterprise институт у меня были хорошие отношения с конгрессменом питером дойчем и томасом лантошем ну томас лантош недавно по моему умер я вот питер дойч он пошел тогда на сенатора по моему и проиграл компанию от флориды чак грасли который мне предлагал бегать вместе с ним по утрам мы с ним часто завтракали в сенате он до сих пор достаточно активный и по моему еще до сих пор является сенатором но написал я книжку тогда не книжку вернее извините сэ для журнала foreign fs и конечно довольно большой был круг контактов очень интересных вот мне писал сбигнев бжезинский писал генри кисинджер они откликались на откликнулись на мою статью передел евразии и конечно среди вот think tanks и среди аналитиков я был в общем-то достаточно востребован да кстати еще один есть там евразия группа если вы знаете ян брэмер такое тоже мы с ним так сказать довольно много времени проводили вместе он закончил стэнфордский университет и переехал в нью-йорк потому что чувствовал что там все-таки интерес к внешней политике гораздо более высокий чем то что он видел в северной калифорнии но в общем вот так вот меня встретила америка это все было примерно в девяносто восьмом году происходило а валерий а именно в сша вы заимствовали идею высоких технологий а почему именно эту идею какое было вообще для меня удивительно что в беларуси удобренное поле было для высоких технологий то есть вы не привезли эту идею на пустое место почему именно высокие технологии они например что-то ну что-то другое но во первых я еще раз подчеркиваю я находился вот в середине вот этого бума доткомовского но конечно много можно было чего принести я изучал вопросы связаны с модернизацией и изучал формы организации работы сельского хозяйства фермерского хозяйства естественно промышленности и системы мотивации в промышленности о том как вообще правильно строить инфраструктуры паркинги дороги дренажи то есть это все было естественно в сфере моих интересов регулирования системы налогообложения мне кажется в америке одна из наиболее правильных систем взимания налогов с продаж то есть вы знаете что в европе у нас существует такой витит а в америке существует налог с продаж который мне кажется гораздо более правильный чем вы идти потому что он снимает достаточно большую нагрузку с компаний которые в наших условиях вынуждены постоянно на каждом этапе производственного процесса не начислять этот налог принимать зачету от поставщиков продукции и так далее то есть это все это довольно сложно и самое главное что определенный объем средств у тебя фактически замораживается до момента как ты товар свой реализуешь дальше налог с продаж очень классная вещь и она принята и в америке и существует во многих стран азии когда я фактически уплачиваю налог то есть в том что высокие технологии они требовали фактически это минимального барьера или минимальных барьеров для входа потому что если допустим говорить о там скажем конкуренции в области приборостроения или автомобилестроения то вот этот барьер входа он очень очень высокий то есть надо было обладать большими финансовыми ресурсами для того чтобы ну запустить какое-нибудь предприятие не знаю даже по производству каких-нибудь косилок там я уже не говорю там про точно медицинских приборов каких-нибудь зубоврачебных кресел или зубоврачебных машин а здесь на самом деле компьютер вот который передо мной сейчас стоит он единственное средство производства и мы пользуемся одинаковыми компьютерами с точки зрения технологической оснащенности скажем так находясь в беларуси находясь в кремниевой долины мы одинаково оснащены с точки зрения ноутехники и единственное в чем теперь конкуренция включается это мозги а мозги если человеку дать правильную мотивацию дать хорошая практика ориентированное образование то естественно что он эти мозги способен применить и в общем то показал наш парк высоких технологий что мы можем быть такими же умными креативными предприимчивыми как американцы шведы и англичане и другие успешные народы земли валерий вот когда говорят о беларуси и да то одно из главных слов которые употребляется это стабильность то есть под этим подразумевается можно жить небогато но стабильно и в принципе насколько мы видели на протяжении там нескольких десятилетий так оно и происходило то есть как бы тишина спокойствие люди работают а всегда ли хорошо когда вот эта стабильность когда нету как бы на ваш взгляд а движение вперед вот в принципе ведь парк высоких технологий показал очень хорошо и всему миру что люди могут как вы сейчас сказали быть умные креативные интересные и их воспринимают на высоком уровне понимаете это как бы такой терминологический спор потому что я допустим не считаю что у нас есть стабильность и когда страна не может демократическим путем менять власть то как раз любая диктатура это прежде всего не стабильность это всегда угроза хаоса стабильно существует там где предсказуемо работают институты где вы четко знаете что если не через четыре то через восемь лет у вас придет другой президент значит то что через определенное время меняются сенаторы конгрессмены губернаторы и никто не может претендовать на то что не скажем ему нравится находиться дальше власти и поэтому он не уступит свое кресло там губернаторское или президентское не то же самое и в европейских странах а в диктатуре как раз стабильности нет но по большому счету если говорить о стабильности как синониму застоя то это безусловно плохо потому что искра она проскакивает там где есть разность потенциалов где есть может быть даже где-то какое-то там неравенство потому что в этом случае так сказать не проскакивает вот это вот и стара их искра электрическая и человек хочет расти дальше он хочет добиваться каких-то определенных высот а когда все уравнены когда все подрезаны сверху то естественно что не говорить о том что искра божья там если хотите будет проскакивать в человеке или будет зажигаться вот этот вот огонь который должен гореть в каждом из нас начиная с детства и всю жизнь вот этот огонь как раз в человеке и затухает поэтому мне все таки идея стабильности идея развития это две разные идеи я придерживаюсь конечно идеи развития но опять же если работать будут институты то будет и развитие и стабильность но стабильность не с точки зрения того что мы смотрим на одну и ту же физиономию больше чем четверть века от которой уже все тошнит с той точки зрения что институты работают совершенно четко меняются лица меняются индивиду но страна ваться без всяких потрясений а валерий вы достаточно долго работали с лукашенко хочу оговориться что в нашей студии мы не произносим не называем лукашенко президентом потому что не считаем его легитимным руководителем лукашенко двадцать семь лет назад и сегодня это два разных человека или двадцать семь лет назад это было просто маска вы знаете трудно сказать трудно сказать потому что и человек безусловно меняется и тогда же не раскрывался то есть тогда когда я его знал он был оппозиционным политиком который хотел привлечь к себе максимальное число людей безусловно вот эти вот диктаторские замашки о которых мы сейчас видим вот это вот жажда власти ради власти вот это конечно вызывает отвращение вызывает омерзение вот эти сроки тюремные которые сегодня получают люди да это просто у любого нормального причем не за что у любого нормального человека конечно кроме негодование ненависти либо омерзение да это вызывать то по большому счету не может знали ли мы его или не знали ну трудно сказать понимаете я датчане когда у меня вопрос такой задали я говорю послушайте вот к вам путин приезжал там вместе с дочками своими в amusement park там да ну типа дисней волды их там местного вот и вы с ним общались там да вы его знали хорошо так вот знали вы его или не знали понимаете но то есть человек именно в критических ситуациях не проявляется именно в критических ситуациях он показывает свое подлинное лицо или рыло если хотите или жало там как в армии говорили то есть поэтому был ли он тем же самым человеком который он является сейчас не знаю кстати я вот в данном контексте вспомнил одну фразу замечательную юма который занимался вопросами познания и фраза его заключалась в том что ничего не меняется в созерцаемом объекте а все меняется в созерцающем его сознание то есть объект может быть такой же но общество которое на него смотрит она смотрит уже совершенно другими глазами потому что само общество сама среда сама атмосфера изменилась мир поменялся пришло другое поколение со своими понятиями хорошим и плохом о том как вообще надо работать и как жить как мотивировать себя и для него не грубо говоря москвич 412 уже не подъявляется подходящей машины хотя для моего дедушки допустим да это было вполне приличная машина который там голосовал грубо говоря за лукашенко или бабушка да значит смотрели ну что 412 москвич хорошая машина из точки а в точке б можно могут доставить сейчас же мы на ту же машину будем смотреть совершенно по-другому потому что поменялось мир поменялись технологии поменялось восприятие а машина это она как была 412 москвичом так она и осталась а валерий вот когда диктаторы уходят в мир иной начинают сразу же практически сразу начинают писать книги там значит какие-то исследования в области природы зла этих людей я уверен что когда лукашенко уйдет в мир иной появятся точно такие же книги а можно ли сказать или предугадать или сказать или как-то объяснить природу зла лукашенко вы знаете на самом деле ничего же оригинального нет что там писать там по природе зла все это мы уже и мир 10 раз видел сто раз видел не такие типажи как он они активно начали появляться в странах латинской америки и в странах африки после второй мировой войны когда сложился такой общий консенсус что страны имеют право на самоопределение и государства перестали вмешиваться в дела друг друга ну так как они по крайней мере это делали раньше что происходило раньше до второй мировой войны то есть любая слабость любого государства фактически автоматически делала его объектом агрессии то есть если руководство или правительство или кто там находился во главе этой страны были какими-нибудь самодурами и народ их не поддерживал то естественно что любое внешняя агрессия и никто и сопротивляться не думал против внешней агрессии просто были не в состоянии появились именно вот такие типажи они действительно вот активно пошло сначала в латинской америки потом в африке когда таких сивых убогих уже не стали завоевывать до стали жалеть и вот эти вот диктаторы появляются значит народом издеваются любая конечно внешний толчок и это все сразу бы рассыпалось бы как карточный домик но на самом деле никто этих толчков им там не делал если уже но совершенно не выходили за пределы какого-то там здравома смысла как это произошло с режимом полпота и ангцари когда это но вообще уже было никуда не годилась не лезла ни в какие рамки тогда советский союз как бы дал добро вьетнаму войти и порешить с этими садистами которые на самом деле там но утворили полный беспредел в кампучи поэтому не здесь все это описано и в историографии появление вот этих вот так называемых мачо до крутых политиков и все их ходы проведение референдума победа с колоссальным перевесом как какого-нибудь там с 80 процентов голосов тот же там стресс нордю волье там да и можно перечислять в африке сегодня вон это там сосуды би у них даже имена видите соответствующие так деби то есть и не они остались такие же они также побеждали на выборах с 80 процентов они также проводили референдум по поводу доверия себе они также фактически ломали уничтожали конституцию и фактически была только одна ветв власти исполнительная которая принадлежала им также они финансировали банды которые терроризировали людей поэтому я не вижу здесь никаких не оснований заниматься исследованием данного феномена он является совершенно не специфическим а в общем то присущим многим странам периферийного развития которые сожалению в том числе и благодаря лукашенко стала республика беларусь валерий буквально вчера ушла в отставку ну ушли в отставку главную соратницу лукашенко человека который практически полностью его поддерживал и легитимизировал его лидия ермошина а я вам задам вопрос а мы по вы попробуйте ответить уже после рекламы хорошо а вообще расскажите пожалуйста вот после рекламы о ней потому что вообще это важная персона мы сейчас уйдем на рекламную паузу и через пару минут вернемся мы возвращаемся в программу политинформания радиостанция народная волна чикаго и продолжаем беседу с белорусским политиком дипломатом юристом создателем парка высоких технологий и кандидатом президента республики беларусь 2020 года валерием цепкалом валерий вы с нами до валерия перед рекламой задавал вам вопрос о лидии ермошиной это серьезная дама могли бы ее описать ее деятельность по уничтожению избирательной системы беларуси но на самом деле такой же винтик в системе лукашенко как и многие другие которые перед которыми стоит дилемма либо ты выполняешь преступный приказ и становишься уголовником то есть совершаешь уголовное преступление либо ты должен подать в отставку как протест в качестве несогласия за то те преступные приказы за отказ выполнять преступные приказы которые ты получаешь но ермошина была подельница лукашенко действительно на протяжении достаточно длительного периода времени около 20 лет и я собственно говоря не хотел бы они много говорить и я думаю что хотел бы и просто здоровье пожелать чтобы на суде который безусловно будет чтобы она рассказывала каким образом она фальсифицировала волеизъявления белорусского народа каким образом она в общем ну совершала все эти преступления потому что совершенно очевидно что она не просто инструмент она соучастница в уголовных преступлениях потому что по белорусской конституции это не просто как бы подделка документов строгой отчетности фальсификация волеизъявления белорусских граждан это фактически участие в государством перевороте потому что единственным источником государственной власти в беларуси как собственно говоря в любой стране является народ и вот этого права как раз лукашенко вместе с ермошиной белорусский народ и лишал валерий надо сказать что вы человек очень смелый потому что бросить вызов александру лукашенко это надо иметь и это это поступок как он удалось это решение вы сразу к нему пришли или у вас это заняло время может быть даже годы годы конечно безусловно то есть на самом деле я хотел делать беларусь развитой в экономическом смысле страной и я начиная со студенческих лет я изучал опыт догоняющих развития модернизации где-то еще в девяносто четвертом году я написал такое первую памфлет исследования дорогой дракона где анализировал опыт развития стран юго-восточной азии и не в общем то упомянул немножко даже и китай хотя вот интересно было что в девяносто четвертом году надо мной тогда не смеялись и говорят ну что там китай анекдоты рассказывали про китайцев что про их сельское хозяйство что вот они садят картошку и тут же ее выкапывают потому что кушать хочется но я тогда заметил мне очень понравились подходы в приватизации которые уже в девяносто четвертом году делал китай в отношении своих компаний в отношении заводов по производству телевизоров и я это так сказать описывал поэтому безусловно это вот изучение экономической модернизации оно могло иметь для меня только два как бы выхода первое это консультировать или быть исследованием этого процесса а второй попытаться на примере может быть даже и пусть одной отрасли все-таки реализовать те как бы исследования или те знания которые у меня к тому времени это безусловно уже были поэтому если так уже по большому счету то я конечно шел к этому достаточно давно и парк высоких технологий это было тоже этапом это было тоже этапом это была попытка показать что мы можем быть вот в одной сфере такие вот классные до соответствующие самым высоким международным стандартам и ничего не мешает нам строить всю экономику и всю социальную сферу так как это существует в наиболее развитых странах мира чтобы у нас это также это соответствовало самым высоким мировым стандартам валерий 2020 году когда были выборы президента я вот переведу это в медицинскую часть говоря о народе когда слишком долго употребляешь ну скажем горячительный напиток никто тебе не гарантировал что ты вы лишь вылечишься за один день до говоря как бы вот в медицинской должности условно а почему белорусы решили что вот в этот раз получится вот в прошлые разы это проходило четко силь больших протестов не было а вот в этот раз именно в этот раз решили что вот настал момент как вы считаете почему но мне кажется на самом деле люди все таки были движимы желанием перемен они устали от постоянных оскорблений от постоянных унижений от демонстрации безразличия по отношению к ним от того что они вынуждены и по новостям и между собой обсуждать и очередные выходки не совсем психически здорового человека и зависеть во многом от его настроение от его капризов вот мне кажется что это на самом деле просто все не накопилось у людей накопилось вот это неприятие той системы власти которая у нас выстроилась и много здесь факторов сработало первый фактор конечно это его игнорирование проблемы к вида игнорирование в том смысле что он даже оскорблял людей которые умерли что нечего там шататься что значит никто от к вида не умрет и прочее и даже в школах но не не закупали там не мыло не антисептики то есть все это как бы он абсолютно игнорировал и здесь начало как класс как раз складываться в беларуси гражданское общество то есть именно к вид подтолкнул к тому что возникали вопросы взаимопомощи родители созванивали сбрасывали сбрасывали с деньгами кассы вот этих вот помощи врачам врачи там задыхались количество пациентов клиентов и покупали им и маски и халаты и воду у нас даже воды не было врачей кофе не было да это все люди начали делать и как бы начало вот формироваться так сказать гражданское общество потому что гражданское общество это прежде всего взаимодействие людей на горизонтальном уровне и когда там начальник дает нам приказ кому-то да и он спускается вниз по вертикали а когда люди именно ориентированы становятся на сотрудничество на взаимодействие на взаимопомощь потом я думаю что фактором конечно послужило и то что два представителей стеблишмента в определенном смысле приняли участие в компании я имею виду конечно и виктора бобарыка и себя то есть если до этого в политических компаниях как правило принимали участие но политики скажем так да то есть люди которые профессионально занимались политикой партии какие-то были или там значит движение хотя понятно что они в условиях беларуси имели весьма ограниченный характер то здесь в данном случае вышли на арену политической борьбы люди которые что-то сделали самостоятельно сергей тихановский значит сделал канал раскрутил там страна для жизни бобарыка значит банк учреждал газпромовские но или по крайней мере руководил этим банком вот ну а я создавал парк высоких технологий но и тоже имел конечно определенную государственную карьеру карьеру государственного служащего потом после того как все трое были сняты из компании у нас тоже произошел достаточно нетрадиционный для белорусского политического спектра явление когда в общем-то люди объединились и объединились вокруг как раз самого слабого кандидата ведь лукашенко что он видел перед собой домохозяйку которая жарит котлеты и которая там не может самостоятельно двух слов связать на экране телевизора и он думает ладно дам я брошу им кость но на самом деле в этом как раз и была его ошибка потому что не люди являла не о каких амбициях а не лишь говорила о том что она хочет освободить политических заключенных собственно говоря это было условием нашей поддержки и мы призвали фактически свой электорат который лишился нас в качестве кандидатов для того чтобы можно было за них голосовать не мы призвали просто голосовать за нее и каждый в этом видел возможность проголосовать за своего кандидата то есть кто-то не думал что голосуя за свету он тем самым голосует там за статкевича кто-то за северинца кто-то за бомбарыку кто-то за цепкала кто-то за тихановский да вот и это тоже была как бы особенность вот этой компании потому что вот смотрите в россии когда навальный призвал людей сторонников выйти на улице но не вышло большое количество людей мы это видели да вышли но в данном случае все таки люди когда не смотрят на допустим того же навального кого они видят они видят достаточно целеустремленного смелого мужественного мужчину очень грамотного хорошего спикера который в общем очень хорошего журналиста волевого сфокусированного то есть человека способного длительное время фокусироваться на какой-то одной проблеме что очень важно самом деле для политика это важно и для бизнеса это важно потому что нельзя все перевернуть и нельзя все сделать там за какую-то одну ночь бывает конечно чудеса но нет не не в этом случае а здесь в данном сюда и и почему они не вышли потому что они начинают сравнивать они сравнивают ага вот такой вот навальный вот такой вот путин да который тоже со своими какими-то качествами безусловно имеется но здесь они думают мы по крайней мере знаем а тут мы значит ну не знаем что там будет но сравнивают они две личности в нашем же случае сравнивали не две личности а видели с одной стороны лукашенко а с другой стороны видели принципы с другой стороны видели принципы и программу которая сводилась к двум пунктам час третий добавился на два пункта это освобождение политзаключенных и проведения честных и справедливых выборов то есть голосовали не за светом голосовали за эти два пункта и это как бы принципиально это объединило многих И благодаря этому пошла супруга моя, Вероника, я поговорил с Марией Колесниковой, попросил ее тоже поддержать в связи с тем, что в противном случае кампания была бы для их штаба закончена. Она уже фактически была закончена, потому что Бабарыка уже сидел в тюрьме, и на самом деле его нерегистрация, моя нерегистрация, она означала уже конец политической кампании. Но мы ее продолжили, потому что считали, что политическая активность важнее. И все свои средства, все свои усилия, и человеческие, и финансовые, и организационные, мы, конечно, передали в поддержку штаба Тихановской. Ну, штаб там, на самом деле, довольно условный был, там два человека было, по большому счету, которых мы знали, которых мы видели. То есть, фактически, мы просто продолжили ту кампанию, которую мы начали в мае 2020 года. И это оказалось, в общем-то, именно симпатичным для большинства людей, потому что если бы она начала говорить о том, что вот вы голосуете за меня, как предыдущее дело, там, Татьяна Короткевич, там, да, или другие, там, значит, кандидаты, да, то люди начинают сразу же спрашивать по поводу твоих качеств, да, насколько ты способна работать в команде, насколько ты умеешь управлять большими коллективами, какой у тебя уровень образования, там, что ты умеешь, что ты знаешь, что ты достиг в жизни, можешь ли ты сфокусированно работать над одной и той же проблемой, хватает ли у тебя, там, характера для того, чтобы принимать какие-то непопулярные решения, да, есть ли у тебя опыт публичных дискуссий, то есть, можешь ли ты в открытой дискуссии отстоять свою точку зрения. То есть, если бы эти все вопросы люди начали задавать, то на самом деле получилось бы примерно то же самое, что Лукашенко и хотел видеть примерно в 2015 году, когда Татьяна Короткевич, она вышла с позитивной программой, начала рассказывать, у нее спросили, послушай, ну ты же просто социальный работник, что ты нам рассказываешь, то, что ты говоришь, ты не понимаешь, о чем ты говоришь. И вот эта вот именно скромность как бы, да, и отсутствие амбиции, она как раз и привело к возникновению вот такого вот движения, когда каждый видел в этом движении возможность потом проголосовать за своего кандидата. Я думаю, что этим объясняется то, что в 2020 году белорусский народ поднялся, и 2020 год он явился таким переломным на самом деле. И все то, что сейчас происходит, все, что мы сейчас видим, оно вызывает абсолютную ненависть, абсолютное неприятие. И это, в общем-то, Лукашенко, это хрестоматийный пример того, как с человека, с которым ассоциировалась когда-то Беларусь во многом, ну а что там греха таить, так оно и было. То есть люди еще там в каком-нибудь 18-19 году, когда говорили Беларусь там, то подразумевали Лукашенко. Да, они думали о том, что ну конечно там, ну немножко там необразованный, чуть-чуть хамоватый. Вот, значит, еще там что-то, да, там, значит, ну не культурный. Но, возможно, он является некой эманацией, слепком, значит, желаний большинства белорусов видеть руководителей именно таким. А в 2020 году произошло как бы обнажение этой фигуры, этого человека. То есть как бы как кожу все равно с него сняли. И вот это вот его нутро, оно в принципе проявилось сейчас уже со всей своей очевидностью. И сейчас никто не испытывает никаких иллюзий в отношении того, что он собой представляет. И он не может никакую сейчас давать позитивную повестку. Он не может говорить, что это, значит, я вот со мной, вы придете там к процветанию, со мной придете к благосостоянию, со мной будут хорошие дороги, со мной будет хорошая инфраструктура, со мной будет хорошая система образования, со мной будет эффективная промышленность. То есть он ничего этого сегодня уже людям предложить не может. И все то, что он говорит, воспринимается как просто верх цинизма, наглости и не знаю еще чего, но явно не воспринимается и не резонирует с ожиданием белорусов. Поэтому я думаю, что окончание этого режима – это просто вопрос времени. Такая ферментация сейчас как бы идет в обществе, или может быть даже правильнее было бы сравнить ее с развитием раковой опухоли, где какими-то там примочками и, может быть, усилиями организма эту раковую опухоль можно где-то сдержать, где-то приостановить. Но только хирургическим путем она может быть удалена, потому что в противном случае она будет распространяться. И это то, что происходит сегодня с государством. Государство фактически существовать перестало. Мы это видим и на примере отсутствия расследований по убийствам и по пыткам. Смотрите, в России пытки в тюрьмах вскрылись, уголовные дела возбуждены против так называемых правоохранительных органов, которые виновны в этом. У нас ни одного уголовного дела по пыткам, тысячи фактов зафиксировано различными международными организациями, фактов пыток белорусов, избиений. Ничего этого не происходит. То есть, с другой стороны, убийство людей, где весь мир видит о том, как убивают Романа Бондаренко, сливы это все, уголовные дела не открываются. И напротив, весь мир видит о том, что это была подстава Сергея Тихановского. Значит, подстава с этой проституткой, которая падает перед его ногами. Потом слив, мы видим этот слив, где обсуждает заместитель министра обороны с людьми, как они эту будут провокацию делать в отношении Тихановского. То есть, где и голоса, и лица, и сценарии, как это все прорабатывается. То есть, весь мир это видел, все белорусы это видели, и он получает 18 лет лишения свободы сегодня. То есть, это говорит о том, что государства-то не существует. Государства. Даже тоталитарного государства не существует. Если мы берем, к примеру, какие-нибудь Китай, Вьетнам, ну и другие примеры тоталитарных стран, даже тот же Сингапур, условно говоря, то там у людей в подавляющем большинстве существует все-таки убежденность в том, что вопросы решаются по справедливости. Да, нет демократии, но если ты находишься в нормальных рамках, в нормальных пределах, то, в общем, у людей есть ощущение того, что система работает по каким-то определенным правилам, по законам. Они могут быть жесткие, но если они для всех одинаковы, то на самом деле человеку гораздо проще все-таки подчиняться закону, чем подчиняться, значит, выходкам какого-то конкретного индивида. Поэтому государства нет, революция в сознании произошла, все это прекрасно видят. И сейчас вопрос просто времени. Да, на каком-то этапе может даже показаться, что организм почувствовал себя хорошо, и как бы все угрозы сняты, но это как раз будет предвозвестник окончательной деконструкции, окончательной смерти организма. Валерий, у нас буквально три минуты остается, к сожалению, очень интересная беседа. Недавно в России произошел, буквально пару дней назад, большой скандал. Александр Сокоров, обращаясь к Владимиру Путину, сказал, что Белоруссия находится на дотации России, что очень обидела Владимира Путина. Очень короткий вопрос. Может ли Россия поглотить Беларусь? Ну, я не думаю. Мне кажется, что даже тот факт, что Россия взяла Крым, это для России, наверное, в большей степени нагрузка, не в большей степени, это колоссальная нагрузка, колоссальная международная проблема, и с которой, ну, я не знаю, как придется ей, когда придется ей совладать, когда она сможет ей совладать. Вот. А что касается Белоруссии, то там-то ситуация принципиальным образом отличается. Все-таки это международно признанный субъект международного права. Нет, я не верю в то, что Россия поглотит Белоруссию. Да, и потом, а надо ли им это? Что они приобретут? Они приобретут 10 миллионов человек, Россия из 140 миллионов станет 150 миллионов, да. Ну, то есть, с точки зрения ни территорий, ни с точки зрения населения, она ничего не приобретет, но тогда уже точно получит ту реакцию, которая была при вводе советских войск в Афганистан, то есть, полное отключение от всех каналов, так сказать, финансовых каналов, естественно, обрубят все деньги, которые в том числе россияне, близкие к власти, хранят на Западе. Будет арестовано все имущество, будут закрыты возможности для многих, так сказать, передвигаться. Какомовские санкции опять или санкции наподобие какомовских будут введены. То есть, там будет, конечно, очень-очень все серьезно. И мне кажется, что Россия вряд ли сможет это все вынести, потому что мир сегодня стал глобализуемым, и ты не можешь строить экономику, основываясь только на импорт-замещении. Советский Союз не смог это сделать вместе со всем Советом экономической взаимопомощи. А Россия, которая является, естественно, в усеченном размере, конечно, она это не потянет. Поэтому нет, я не думаю, что это является проблемой. Нам, безусловно, придется выстраивать отношения хорошее с Россией в Новой Белоруссии, потому что она всегда и была, и будет нашим основным геополитическим партнером. Мы не можем сесть на лодку и угрести куда-нибудь, так сказать, там в Средиземное море, где климат получше, там может быть потеплее, вот, и еда повкуснее, да. Нет, нас Бог расположил вот там вот вместе, да, и поэтому нам надо будет строить отношения нормальные, взаимовыгодные, но говорить об инкорпорации, я считаю, что это абсолютно нереальный сценарий. Валерий, большое вам спасибо за это интервью, мы вынуждены уже заканчивать. Пожелаем Беларуси удачи вам лично, вашей семье, и всем в новом году. Пусть у вас все будет замечательно и хорошо. И мы надеемся еще на пару встреч, потому что было очень интересно и познавательно. Спасибо вам большое. Живе, Беларусь! Спасибо, Живе, Беларусь! Вам тоже хорошего дня. Спасибо. Спасибо.